Оказывать услуги креативного характера звучит, как будто, знаешь, проституцию, подзапаять, Самое сложное – это собрать правильную команду. Если команда случается, то на выходе продукт получается идеальным. Андрей Федоров, владелец Федоров, говорит, оргазм ни с чем не перепутать. Выехать из Полтавы. Квартира, машина, студент Кооперативного университета в городе Полтава. Я говорю, ничего на Киеве. Делать какую-то фигню, которая вообще неважная, и потом себя за это не ругать. Хотите свой любимый сериал посмотреть, там «Школа», например, сериал? А вот смотришь без зазрения совести, два дня, лежа на диване – идеально. Ты меняешь свой рынок здесь и сейчас. Сегодня утром ты проснулся, ты делаешь кофе, а завтра ты делаешь уже макаруны на той же площади. И это твой основной продукт. Опасно? Опасно. Страшно? Страшно. Неопределенность? Точно. Но это же прикольно. Ух ты! Жигули! Жигули несут. Смотрите, на X5 такое не происходит, потому что это классная машина. Оставайтесь дома на заднем приводе, друзья. Я дружу в себе две профессии. Первая – я маркетолог в душе. И я предприниматель по сути. У меня есть люди, с которыми у меня есть контракты. Им по 18-19 лет. Они гениальны. Они пишут код. Они делают уникальный дизайн. Они придумывают очень классные технологичные вещи. У них нет шор, у них вообще нет никаких барьеров и препятствий. Поэтому мне тренд избегать винтажного образования очень нравится. Но он же меня и пугает. То, что сегодня я могу говорить с 22-летним пацаном, и он мне может рассказывать про воронку продаж. Как клиент проходит этапы взаимодействия с его продуктом, брендом. Как он построил процессы. Как он построил систему. Да я просто вообще… Я просто в экстазе, если честно. Нужно создавать новые дисциплины, создавать новые профессии, которые будут помогать новому миру функционировать. В нашем офисе, в Федере, в креативной компании мы проводили 200 мероприятий в год. Не все они были классными. В основном их организовывали люди с ивент индустрии. Они пытались рассказать какие-то полезные, классные штуки, но не все было полезно, не все было классно. Мы решили, что это не должно так продолжаться. И у нас есть уникальная возможность взять опыт и знания лучших людей в бизнес-индустрии, креативной индустрии, расшифровать этот опыт в программу, изложить ее на камеру и быть полезным людям. Мы попробовали, назвали проект «Супер люди», запустили курс «Папа бренда». Это самый продаваемый маркетинг-курс в истории СНГ. Ваша главная миссия – объединять вокруг себя таланты. Стратегию бренда не разрабатывают. Стратегию бренда придумывают. Что, это работает? Да, черт возьми, это работает! По сути, как нам кажется, сделали реформу в этой сфере. Мы разработали свою собственную методологию, как неопытным спикерам излагать свои мысли так, чтобы их поняли другие люди и могли немедленно применять эти знания. Что очень важно – это то, что онлайн-образование и вообще образование картинкой пренебрегают. Снимают на плохие камеры, в плохих студиях. Мы решили это победить, и мы взяли лучшую камеру в мире, на которую снимают «Аватар», «Гарри Поттер» и прочие блокбастеры. Мы решили взять лучшее оборудование, которое только существует, собрать лучшую команду, которая только есть, и записывать с лучшими людьми своего дела, в основном это предприниматели, курсы образовательные, которые будут полезны людям. Мы создали такую профессию, как «Тьютор». Это человек, который помогает другому человеку проходить обучение. Это не специализированный преподаватель. Это который, как родитель такой, слушай, давай с него почитаем сейчас. Ну, пришло время, давай почитаем с тобой. То есть он такой катализатор действия, катализатор роста, оценивает, помогает тебе. Люди ходят, люди платят и начинают немножко разбираться, где добро, где зло. Это очень круто. И тот бум-образование, который сейчас есть, это добро. Совершенно точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова